В эффективности копирования агрессивных альтруистических действий Альтруистические поступки все же копировались с некоторым притормаживанием Объяснение возникло в рамках эволюционной психологии Живому организму, чтобы начать размножаться и получать удовольствие Сначала нужно выжить Поэтому страх формируется намного быстрее, чем умение гордиться Либо жить счастливо Панические действия будут скопированы чуть-чуть быстрее Чем восторг от концерта рок-музыкантов Но еще и веками назад была профессия хлопальщиков Знаете, да, деньги были? Ну, когда спектакль заканчивается, зависает такая тишина И дальше непонятно, что должно произойти Должны люди свистеть и топать ногами Либо встать, кричать Руки вверх там, ну и так далее В Ростов приезжала очень известная рок-группа Туда пришли все люди моего поколения Я не буду называть, опять же, чтобы У меня знакомый занимался организацией этого рок-концерта Они с собой привезли 120 человек хлопальщиков В их команде были те люди, которые выходят в этот Проход и вот начинают вот это вот Все, они никого ни к чему не призывают Они просто это делают, да? И тем самым демонстрируют, что так Ну, так правильно, так можно Первый хлопок очень важен, да? Когда это двое хлопальщиков, да? Третий присоединяется охотник Когда весь зал хлопает, попробуйте остаться сидеть, да? Ну, вспомните съезды КПСС, да? Если все встали и начали хлопать течения Бурные продолжительные аплодисменты, да? Какой силой духа нужно обладать, чтобы остаться? А там были без хлопальщиков? Там обходились без хлопальщиков Ну, знаете, я помню У нас там выбирали На своем философском факультете Как-то это называлось Комсомольца главного Не помню, как это Комсорга или что-то такое Там был ясно обозначенный Комсорг Его выдвинули Кто за? Все руки Один человек сидит, не поднимает руку Это мой друг Кто против? Все смотрят уже на него, да? Кто воздержался? Он поднимает один руку Что тут началось? Довольно долго пытались его убедить Что воздерживаться при нашем единодушном одобрении Очень сложно Ну, понимаете, такие люди тоже есть Механизм формирования моды Это механизм моделирования, да? Когда я в школе учился Нам принципиально важно было иметь длины волосы Завуч ходил с линейкой Если у кого были... Мальчикам нужно было, понимаете? Человек-то знает почему Нас стригли Брали ножницы и прям вот Если бы кто-то пришел очень коротко подстриженным Либо просто бритым, да? Это бы не было воспринято, понимаете? Потому что так тогда стриглись только зэки А это было запрещено Когда Коко Шанель первая одела брюки Это был очень смелый поступок, да? Потому что женщины в брюках не ходили Но прошло некоторое время, да? И сейчас вот это, в общем, достаточно обычная вещь Никто даже на это внимание особо не обращает Механизм копирования — это то, что позволяет передавать традиции Сломать традицию тоже сложно, да? Но если традиция не будет сломана Не будет развития общества, да? Мы можем застрять в средневековье, да? Очень трудно сейчас оказаться без сотового телефона Но мой друг, он представитель Стэнфорда в Берлине Принципиально не пользуется сотовым телефоном Вот из принципа Ему Стэнфорд купил айфон моднючий Он отказался его брать Хотя он организует практику студентов Стэнфорда в Берлине Он рискует потерять работу, понимаете? Он ходит на хране фола Но у него есть стойкие убеждения Амод Захави, еврейский этолог Как-то обнаружил, что в стае воробьев Которая спасается от коршуна, да? Сбиваясь в стаю Сюда появляется шибанутый воробей Который вместо того, чтобы лезть в стаю Порхает рядышком, да? Коршуном или кто-нибудь там, соколы Верный способ покушать, съесть этого ненормального, да? Но у них, понимаете, не срабатывает инстинкт, да? Они кушают только тех, кто бьется в стаю Поэтому они его так облетают И пошли кушать, условно говоря, нормальных Возможно, если бы у них были мозги Они бы рассуждали так Этого съешь, дурочка Стошнит потом, ну его нафиг, да? Будем есть тех, кто... В стае Захави продолжает наблюдать Он смотрит, как антилопы спасаются от шакалов Они спасаются, сбиваясь во что? Как это не стая называется? В табу, черт его знает, ну в стадо, да? И голопом Воробьи, чуть глупее, наверное, антилопы Воробьи слабых и больных оставляют на периферии Антилопы слабых и больных загоняют в центр стаи Чтобы мощные самцы отбивались от шакалов по периферии И здесь обнаруживается шабанутая антилопа Вместо того, чтобы лезть в центр стаи, да? Ну, чтобы тебя не скушали Она стоит и на месте прыгает Эти побежали, она прыгает, да? Ну, верный способ покушать Сядь рядом с ней, подожди, пока устанет, да? И ешь Нет, шакалы ее вот так вот Отбегают И бегут куда-то вдаль Возникла теория гандикапа Гандикап это в шахматах Когда сдают сильную фигуру Делают себя слабее, да? Но человек, который сдаёт сильную фигуру Здесь нужно догадываться, что он, наверное, более сильный игрок И когда барабей не спасается в стае Наверное, что-то за этим Ну, где-то у него крыша, понимаете? Где описывается, когда у Ильфа Петрова, когда помните, он остается в звуру и тот в шоке нахо находится Ну, что-то такое Если мы, например, учим людей уверенности в себе Иногда им очень выгодно вести себя не как все Потому что люди будут додумывать, почему он так провокативно себя ведёт Могут помешать социальные страхи Социальный страх заставляет нас лезть внутрь стаи Чтобы нас спасали другие Сделать что-то сильно отличающееся от поведения большинства Нужно очень себе верить Иногда это может быть блефом Ну, вполне возможно, что этот воробей просто устал Он не может никак проникнуть Не догоняет стаю Но он оказывается этим провокативной персоной И здесь большой биологический смысл есть Общественным животным А человек, скорее всего, общественное животное Важно передавать традиции Но точно так же важно время от времени эти традиции Нарушать, чтобы было развитие Иначе просто будет застой И ничего не произойдёт И чаще всего это меньшинство Влияние меньшинства, теория Московича Исходит примерно из тех же самых соображений Важно быть конформистом Но не менее важно иметь некоторое количество Нон-конформистов Которые будут менять общее комфортное поведение Когда большевики совершили революцию в нашей замечательной стране Их членов партии большевиков было 18 тысяч человек Эти 18 тысяч взяли и перевернули Всю страну Практически вся Кока-Кола, выпускаемая в Америке Имеет знак кошерный Евреев там немного Но проще сделать всю Кока-Колу кошерную Чем выпускать отдельную Кока-Колу Для евреев В итоге получается, что Меньшинство заставляет большинство Присоединяться к ней Когда международный конгресс по психологии Проходил в Китае Там было большинство китайцев Какой, вы думаете, был международный язык этого конгресса? Китайский? Английский Потому что проще всем разговаривать Хоть и плохо, но по-английски Чем англичанам или американцам перевозить С китайского Какой самый распространенный язык в мире? Вы, наверное, знаете английский, да? А кого больше всего в мире? Китайцев Чего бы всем не печатать свои научные работы По-китайски? Когда мы встречаемся с клиентом Он говорит, что-то у меня в жизни не так Ну, иногда стоит подумать Что для него важнее Залезть в стаю и спрятаться Либо стать этим шибанутым воробьем Ведь чаще всего люди хотят изменений Если они лезут в стаю, они поддерживают Традицию, да? Поддерживают стандарт Могут ли они таким образом измениться? Не всегда Потому что работает теория обучения на моделях Вернувшись назад в свою среду Они могут обнаружить, что в терапевтическом кабинете Они изменений достигли А в реальной жизни эти изменения Ну, нивелировались, да? Ну, как бы Растворились Где же набраться мужества Поменять свою собственную жизнь Ведь собственная жизнь Это тоже череда последовательных моделирований Наверное, им нужна авторитетная Модель Я предположения высказываю Это вовсе никакое не правило, да? Желательно, чтобы Была некоторая схожесть Сюда нужно дописать Кстати, реалистичность модели Мне можно показать Как мужик поднимает штангу в 200 килограмм Я от этого ее Не подниму Я просто поверю, что кто-то другой может тягать Штангу Во что же мне тогда верить Чтобы все же прийти к цели Которая изначально кажется нереалистичной Неплохо модель иметь, да? Неплохо, чтобы это была авторитетная модель Неплохо, чтобы я верил В то, что это станет для меня Ну, что это принесет для меня Некоторую пользу А не заставит страдать еще больше Чем до момента Начала этих изменений И можно учитывать теорию Меньшинства Ведь если все покорно Сносят издевательства начальника Это не значит, что я не могу быть Шибанетом-воробьем, который Попытается этим издевательствам Так или иначе Противостоять Можно даже предположить Что когда возникнет Как это сейчас называется Оптимизация, да? Ну, когда увольнять начнут, да? Что в первую очередь Уволят как раз таки тех Кто бьется в стаю, да? А этого Ну его нафиг, да? Чего от него ждать? Пусть Пусть делает, что хочет Если позволите Один личный пример Я из мединститута Ушел вот этот Научно-исследовательский центр Министерства среднего машиностроения Это военная организация Там жесткий контроль И там был начальник отдела кадров Марк Захарович Марк Захарович стоял на двери У него в руках был список сотрудников И в 8 утра он ставил там Галочки, да? Выходить из этого Научного центра Нужно было почему-то в 17-12 Не знаю, почему так, да? Но нужно было ждать 17 часов 12-12 минут Ну, сейчас же говорит 11 Я говорю, да, 11 А что ты пришел в 11? Я говорю, ну проснулся, побрился, позавтракал Пришел в 11 работать Он говорит, завтра, чтоб пришел к 8 Я говорю, не гарантирую На следующий день я пришел в полдвенадцатого Он стоял с 8 до полдвенадцатого Меня дожидаешься, что ты говорит Опять опоздал Я говорю, не опоздал Я пришел на работу Сейчас я сяду, буду работать В общем, через некоторое время Все галупом бежали к 8 И я приходил к 11 Это стало своего рода нормой в этой организации Всем к 8, а этот в 11 Однажды я проспал Я пришел в час Марк Захарович с тоской на меня посмотрел Говорит, почему ты в час пришел? Да, ты ж... В 11 Я говорю, проспал Он говорит, что не мог проснуться, поставил будильник Я говорю, если проснулся, я бы не выспался и плохо бы работал Позвольте, я начну трудовую деятельность Через некоторое время, когда раздавался звонок откуда-нибудь сверху Марк Захарович отвечал Кто-нибудь спрашивал, где Ромик Он говорил, либо в 11 придет Либо если проспит То в час Почему вся контора с этим смирилась, я понятия не имею Но это стало фактом природы Просто мир вот так устроен И ничего с этим поделать Если не пришел, значит проспал Придет в час Некоторые изменения требуют, конечно, смелости И некоторой паранояльности Посмотришь на Жириновского, понимаешь, какие были большевики Если послушать речи Гитлера Ясно, почему он поднял за собой Ну а Геббельса, так тут уж просто Чистой воды диагноз Но они же это сделали Это же произошло Последствия, правда, были не самые радостные Но почему бы не устроить такие же последствия в отношении Не такие же, а как бы Почему бы не использовать эту закономерность в отношении самого себя Ну, можно попробовать Поведенческая терапия, помимо того, что она Имеет в основе обучения Она еще основана на экспериментальной психологии Это эксперимент Мог ли Марк Захарович меня уволить? Мог, запросто Это я нарушаю трудовую дисциплину Но как узнать, да? Пойти и попробовать, да? А потом сделать вывод, да? Когда клиент спрашивает Смогу ли я это сделать? Ведь это так легко Я говорю, да откуда же я знаю, да? Вы пойдите, попробуйте И мы, соответственно, узнаем, да? Когда клиент говорит Я не могу сказать нет Я говорю, ошибочка Вы только что сказали Нет, я это слышал своими ушами Вы этого просто не делаете Он спрашивает Могу ли я это сделать? Я говорю, откуда же я знаю, да? Ну, я вам расскажу как Я покажу, но делать это будете вы Я вашей жизнью жить совершенно не хочу Я другим способом зарабатываю себе на жизнь Есть несколько противоречий во всем этом Во всей этой истории Ну, например Должен ли терапевт в совершенстве Владеть тем навыком Которым он собирается обучать? Ведь все люди разные, да? Может клиент окажется намного Успешнее, эффективнее Паранояльнее, да? Чем сам терапевт Нет, наверное, да? Но очень плохо Если терапевт дает рекомендации одни А сам всем своим поведением демонстрирует прямо Противоположное Может ли научить открытости закрытый терапевт? Я вот сомневаюсь, да? Здесь вряд ли что Получится Он может только как бы воспользоваться тем, что уже есть, да? Но новому он ничего Ну, ничего дать не может А как ведь вам удалось Вот при своем оболянии Или с какими-то своими свойствами личности Сделать так, чтобы директор вас не уволил Осмирился и даже одобрил То, что... Здесь множество есть Вариантов, да? Но один из них называется Поиск наилучшей альтернативы Ты просто представляешь Как будет кайфово Если тебя из этой дры Уволят И в тот момент, когда ты поверишь Что это высший кайф Что тебя уволят Тебя как раз таки Не уволят Мы ищем нечто альтернативное И придаем этой альтернативе Желаемость, да? А вот почему? То есть, чтобы получить заявку на новый тренинг Мне нужно Вот всей душой не хотеть туда Ехать Тогда у меня каждая суббота-воскресенье Будет заполнено Страхи как бы реализуются Да, вот И иногда они вызывают некоторое Ну, некоторое отторжение Сейчас я дам Вот Попробуем небольшую игру С вами разыграть Мне в нашем отделе кадров В университете Как-то сказали Принеси справку Что твоя жена не мать-одиночка Я говорю Ну как это? Наша Моя жена Они говорят Ничего не знаем Для начисления пособия Пункт 14 Справка Что женщина не является Матерью-одиночкой Не будет справки Не будет пособия Я говорю Где такие справки дают Они говорят В Жеке дают Я говорю Откуда Жек знает Что моя жена не мать-одиночка Мне говорят Жек все знает Иди в Жек И получай Совершенно идиотская задача Я подхожу в Жеку Вижу Что там расписание работы Так устроено Что я туда никогда не попаду Не получается Но мне нужна справка Что моя жена не мать-одиночка Я прекрасно понимаю Что это полный идиотизм Но я уже дошел до Жека Там табличка обед Я ныряю под табличку Там тетки сидят Что-то едят Ну явно не пишут справки Я вижу, что они едят Я им говорю Приятного аппетита Они говорят Вы кто? Я говорю Ромик Владимир Георгиевич Пришел за справкой Что моя жена Ромик Елена Анатольевна Не является матерью-одиночкой Они говорят Ты больной? Я говорю Нет Я только что по месту работы Прошел медицинское обследование Есть даже справка от психиатра Вы не поверите Но мне очень нужна Справка Они же говорят Так это абсурд Я говорю Я понимаю Но мне очень нужна Вот эта справка Они говорят У нас таких бланков нет Я говорю Я понимаю Потому что это дурость Они говорят Ну как нам ее вам дать Они уже забыли Что они кушали Я говорю Берете лист формата А4 Пишите Справка Она Ромик Владимир Георгиевич Жена Ромики Елена Анатольевна Не является матерью-одиночкой Подпись печати Я тут же уйду А вы будете доедать Что вы там Из дома приперли Они говорят Хи-хи И пишут Справку Подписывают Я говорю Ну тебе печать Они говорят Нету Директор ЖЭК Или кто там у них Уехал в командировку Вернется через 2 недели Я говорю Девочки Ну не в жизнь не поверю Что вы не знаете Где эта чекуха И я тут же Пошел Они говорят Хи-хи Отвали Можно ожидать Что они при следующем Моем визите Будут меня недолюбливать Черта с 2 Когда я появляюсь И говорю Приятного аппетита Они с тоской На меня смотрят И говорят Че тебе надо Это напишем Нормы как формируются Они формируются людьми И вполне возможно Что те нормы С которыми человек согласен Он будет их выполнять С которыми он не согласен Вокруг него формируется Своя Своя собственная Норма Что вы еще спросить Хотели Про аппетит Кокируем Приехал знакомый Из штата Ну она там уже живется Мы уже 10 лет Ну рассказывает Ну как обычно Спрашиваем Ну расскажи Там про жизнь Она говорит Ну че Он говорит Че гонуло Ничего такого И он говорит Ну захотели Штаты Свою выращивать И все это сделали На примере На примере Жены Обамы То есть ее Везде в СМИ показывали Помидорчики Огурчики В своем огороде сажают Но так и на кого Это не влияло Люди как покупали Бургеры Ну там всякие Да еще раз скажу Здесь множество факторов Да Ну которые комбинируются Ну там похожесть Может противоречить авторитету Да Жена Обама Не впечатлила Например Да Либо же Обама Оказывается Слишком рискованным Объектом Для копирования Ну по большому счету Все равно Это не отменяет Закономерности Я долго жил в Германии Возвращался в Ростов В Ростове На светофор Никто не обращает Немания Потому что Факт природы Но ходить нужно Когда машин нету Посмотрел Потому что если пойдешь На зеленый Тебя точно собьют Никто так в Ростове Не ходит Ну я приезжаю В Ирланден В Германию Там ни одной машины Все на велосипедах У нас горит красный свет Они стоят Как идиоты Чего стоять Машин-то нет Я некоторое время Хожу как в Ростове Никто меня не штрафует Потому что Ну Понимаешь Проходит неделя И я стою рядом с ними Как дурак И так противно Смотрю на человека Который идет На красный свет Возвращаюсь в Ростов Стою на красный свет Все пошли Я же долго не смогу Там Простоять В этом есть Как бы Вроде как Обидно Неужели человек Так зависит От ситуации Но есть и некоторая надежда Что если мы хотим Человека изменить Это можно сделать Достаточно Достаточно быстро Приезжает немец Из Германии Он там не пьет совсем Он приходит Секунда в секунду На семинар Написано С 9 до 17 В 9 он сидит Один Никого нет Он спрашивает А где это Участники Да чаще Скажи Говорят А когда семинар Начинается Он интересует Ну сейчас все придут И начнется Проходит 3 дня Семинара Все сидят Немца нет Он точно знает Что без него Начнут Поэтому приходит Когда ему Захочется Это такая Динамическая структура Она все время В какую-то сторону Меняется Потом стабилизируется Потом опять Потом опять Меняется Ну как мода Она не может быть Вечно одной и той же Через некоторое время Она силами Меньшинства Берет Ну меняется И это становится Уже нормой Но долго не просуществует Опять нечто Нечто изменится Иногда возникают Очень сложные Ситуации Ну скажем Человек Которому неприятен Алкоголь Встраивается на работу За большие деньги В контору Где все бухают По пятницам Это считается важным Нужно пятницу Много пить И при этом Сохранять сознание А у него Предположим Ну Патологическое Это вот Как это называется Не Не Да Он в первой рюмке И вообще В дупеля Да Долго он сможет В этой конторе Просуществовать Одно из двух Либо он оттуда уйдет Да Либо все привыкнут Все в восемь А этот в одиннадцать Да Но для этого Нужно Быть достаточно Маниакальным Таким Знаете Следовать Следовать Ну Своим собственным Своим собственным Правилам Ну Есть и Чисто терапевтические Вещи Там Например Если В семье Вдруг Все соглашаются С тем Что нужно делиться Чувствами И внимательно Слушать друг друга Да То кто-то должен Это начать И наверное Придется устанавливать Некоторые правила Например Что если Один из членов Семьи поднял руку Все остальные Затыкаются И внимательно Слушают Что он очень Хочет сказать Через некоторое время Наверное и руку Не нужно будет поднимать Все поймут Что если человек говорит Он это обдумал Он взвесил И он хочет Чтобы его Чтобы его послушали Навык скопированный Для того Чтобы превратиться В привычку Должен повторяться Несколько раз И даже я бы сказал Не несколько раз А систематически Практиковаться Иначе он либо Затухнет Либо диссоциирует И заменится На другие навыки Если Семинары Принято Начинать Тогда Когда все Соберутся Они начинают Начинаться Все позже И позже Если установлено Правило Что в 9 часов Дверь закрывается И никто внутрь Не проникнет Все начинают Приходить Чуть-чуть Заранее В детском саду В Германии Куда мы устроили Мою дочь Были жесткие правила Это евангелический Детский садик В 7 утра Дверь закрывалась И хоть ты застрелись Внутрь проникнуть Было Нельзя Если До 17 часов Детей не забирали Они вызывали полицию И ребенка забирали В полицию Это случалось Крайне редко Потому что все знали Что произойдет Именно это Каким-то образом Это даже передавалось Из поколения в поколение Этих родителей И детей Как вот С этими обезьянами И бананом Никто не знает Почему так Но так Так должно быть Так Так что ли Принято Так здесь люди Люди живут В отношении Терапии Если мы хотим Чтобы Изменилось поведение Другого человека В лучшую сторону Где-то должна появиться Модель Как выглядит Это лучшая сторона Если Модели у нас нет Говорить так Иди Иди себя по-другому Наверное Не самый лучший Способ Модель может быть Когнитивная Мы можем Книжку написать Там написать Что делать Ну например Скамер Так и да Легко Но это не значит Что все Прочитавшие Эту книжку Научатся Вести себя Именно так Если нет Там видеозаписи Либо Модельных Ролевых игр Сам терапевт Видимо Вынужден быть Этой моделью Либо Предложить Другую модель Ну например Сказать Иди Получив В Жеке Справку Что твоя жена Не мать-одиночка Этого недостаточно Нужно объяснить Как это делают И можем наткнуться Например На то что модель Понятна Но она очень Эмоционально Не близка Человек Знает Как это делает Только почему Знает Как это делается Только почему-то Ничего не делает Мы можем Предложить ему Символическую модель Например Сказать Представьте себе Путина С четырьмя сотрудниками Охраны Он идет В Жек За справкой Что его жена А у него нет жены Ну в общем Представьте себе Какую-нибудь авторитетную Персону И сыграйте Эту персону Не нужно быть Самим собой Попытайтесь Воспроизвести Воспроизвести Модель Что произойдет Таким образом Мы снимаем С человека ответственность Большую часть Эмоциональных проблем Есть классический Эксперимент немцев Которые Взяли студентов Клиентов Клиники Застенчивости Да То есть Эти студенты Хотели побороть Свою Застенчивость При знакомстве Самоутверждении И так далее И взяли тех Кто никогда На эти проблемы Не жаловался Их за этой Вот В экспериментальной комнате Стеклом Эксперты Должны были определить Им давали Определенную ситуацию Например Взять справку Эксперты Эксперты должны были Отделить Тех Кто застенчивый Тех Кто Словно говоря Социально компетентен Либо уверен В себе В первом дубле Эксперты Это элементарно Сделали Сказали Этот застенчивый Этот нормальный Затем Тем что скажем Что это такая игра У нас Это у нас Такой эксперимент Вы попробуйте Сыграть А мы потом Посмотрим Как на это Люди Прореагируют Ведь эти Тетки Товжики Видя меня Вынуждены Были давать Себе Какое-то Объяснение Почему он Так себя Ведет Выдумав Это объяснение Они мне уже Навесили Ярлычок Некоторые Они меня В определенную Группу Отнесли В своем сознании Каждый раз Когда я появляюсь В будущем Они вспоминают В какой ящичек Они меня сунули И начинают Вести себя Со мной Как будто Я Там И есть Люди С трудом В состоянии Проникнуть Вглубь Подсознания Они ориентируются На то Как человек Себе ведет Иными словами Хочешь Измениться Сначала Измени Внешнее Поведение Потом Привыкнешь Люди Настроятся На эту Манеру Поведения И в конце Концов Ты сам Поверишь Что ты На это Способен Поведенческие Эксперименты Либо Экспозиционные Всякие Игры По преодолению Стыда Того же Самого Настроены Примерно На это Люди Часто Очень долго Размышляют Но не начинают Ничего делать Потому что Они сами Себя убеждают Что это Невыполнимо Попробуем Устроить Эксперимент Мы сначала Это сделаем А потом Посмотрим Сначала Сначала Сделаем А потом Дадим Оценку Начало Изменений С уровня Модели Причем Поведенческой Модели А не Когнитивной Дает Все Я буду Останавливаться На второй Если Зазеваюсь Вы меня Пожалуйста Возьмите За руку И скажите Вова Это Третья И мы Об этом С вами Можем С близкими Людьми Договориться Без Поддержки Близких Придется Быть Очень Маниакальным Воробьем Идеально Чтобы Вся Стая Пошла За тобой Работает Тот же Самый Механизм Обучения На моделях Представьте Скачет По пустыне Это Стая Как Стадо Антилоп А за Кустом Какой Саблезубый Тигр Куда Вся Стая Повернет Она Повернет Туда Куда Повернет Вожак В этом Есть Тайный Смысл Потому что Если Они Начнут Всей Толпой Обсуждать Направо Поворачивать Налево Поворачивать Чем лево Лучше Чем право Тигр Всех Скушает Просто Напросто Пока Они между Собой Договорятся Никто Не лезет В речку Не лезь В речку Хочешь Изменить Общую Традицию Сначала Все же Взвесь За И Против Стоит Ли Стоит Ли Она Того Взвесь Все За И Против Ну Выдумай Себе Наилучшую Альтернативу Что Пойдет Если Не Выйдет А тут Всегда Есть Возможность Вернуться К тому Что Было Раньше Просто Мы Можем Все Оставить Как Есть А Можем Попробовать Изменить Не Выйдет Ладно Бог С ним Терпели И еще Потерпим Но чем Больше таких Людей Будет Которые Разрушают Существующую Норму Тем Больше Вероятность Что Появится Новая Модель Не факт Что Она Окажется Лучше Но По крайней Мере Мы знаем Что Это Возможно Вот Вы говорите Что Всегда Есть Возможность Вернуться Вставить И Двигаться Воробьев Что Не Подсказывает Что Среди Воробьев Которые Не Ныряют Вставить Кош Охотится Смертность Гораздо Выше Неже Чем Вот Здесь Теория Этого Захави Противоречит Теории Дарвина В Теории Дарвина Есть Посыл Что Изменения Происходят А Потом Вы Поживают Те Кто Позитивные Признаки Сохраняются В популяции Да Ну тогда Как Объяснить Их Павлина С одним Хвостом Который Явно Им Мешает Сходить В джунгли Прорываться Да Они Таким Образом Привлекают Самочек Да Ну Соответственно Появляются Все более И более Пышные Самцы Но Тут же Вопрос А почему Не Самочек Привлекают Ведь Это Вот эти Вот Рога Они Ягель Копытами Добывают Рога Цепляются Заветки Да Зачем Тот же Самый Гандикап Да Это Как бы Намеренное Принесение В жертву Ради Того Чтоб Тебя Сочли Более Как Таскать Более Более Крутым Ну Здесь Конечно Спорный Вопрос До сих пор А зачем Это Им Надо Вот Это Вот Цепляться Да Ну Смысл Перед Самочками Наверное Покрасоваться Здесь Еще Далеко Не оконченная Дискуссия Да Как Сохраняются Полезные Признаки Да И что Нужно Для того Чтобы Они Менялись Ну Теоретически Там Какая-то Генетическая Мутация Да Но Это Тоже Очень Трудно Объяснить В общем Там Происхождение Речи Никак Генетической Мутацией Не Объясняется Да Изменения Очень быстрые В человеческом роде Трудно Объяснить Потому что У нас Всего 200 Поколений Прошло Да С момента Когда мы Стали Людьми Айфон Появился Не в результате Генетической Мутации Да В результате В определенном В определенном Смысле Шибанутых Конструкторов Которые Делали Не то Что все Делали Невозможное Да Ну Прямо Противоположное Ну Я Я Точно Не знаю Вот Я просто Рассказываю Как вот Сейчас На это Дело Глядят Ну Ясно Что На терапию Приходит За изменениями Да Прийти Поболтать И оставить Все как Есть Ну Что-то Это Какая-то Странная Психотерапия И здесь Я уж Абсолютно Убежден Что Чтобы Добиться Изменений Нужно Показать Как Выглядит Измененное Иначе Придется Дожидаться Когда Человек Сам Допрет Как Можно Иначе А здесь Приходится Прибегать К экспериментальной Психологии Смотреть Сравнивать И искать То Что Ну Что Ведет Наверное Главные цели Психотерапии Баланс Негативных И позитивных Чувств Изменяется В сторону Позитивных В поведенческой терапии В поведенческой терапии Основана На подкреплении Поэтому Долго упираться Чтобы человек Начал страдать Изощреннее Хитрее И интенсивнее Это Вряд ли Вряд ли Цель Кто гарантирует Что изменения Приведут к тому Что этот баланс Ну Изменится В нужную В нужную Сторону Ну Больше некому Терапевту Он же деньги Получает За работу Откуда он знает Что это будет лучше Он книжки читает Потом пробует На себе Любимом И тогда Наверное Возникает Уверенность в том Что Предлагаемые модели Все же имеют Некоторую Эффективность Потому что Я не знаю Как сейчас живет Молодежь Я не знаю Как живут люди Где нибудь Там Я вижу Как живут люди Где нибудь Там Я не знаю В Мозамбике Я им что-нибудь Посоветую Я не всегда могу Посоветовать Правильную модель Поведения Женщине Из Ингушетии Я не знаю Я знаю Кое-что Но как это все Выглядит Я с трудом Понимаю Жить ингушскому Мужчине У которого Четыре официальных Жены У него Конфликтов Больше Либо меньше Нужно Почитать Поговорить Посмотреть Но Я предпочитаю Все же не соваться В те Сферы Которые Я не опробовал На себе Как поставить На место Марка Захаровича Я знаю Потому что Я это Делал Спасибо А вот Вы говорите Нужно Почитать Книжки И попробовать На себе Вопрос Вот именно Про доказанность КПТ Она же Продекранируется Как научно Доказанная И так далее Да ее просто Ее эффективность Проще Доказать Видимо Вот здесь Вот рейтинг Сейчас я до него Докопаюсь Вот он Рейтинг Самых Успешных Вам не видно Оттуда я Процитирую Да здесь По куче Всяких Показателей Количество Цитирования Да Количество Последователей Всякие Национальные Нобелевские Премии И так далее 200 здесь Ученых Психологов Прошлого века На первом месте Скиннер На втором Пиаже На третьем Месте Фрейд На четвертом Месте Альберт Бандора Если Использовать На Наукометрические Критерии Это Наукометрические Критерии То Фрейд На один Пункт Передил Бандору Если вы Зайдете В любой Магазин Посмотрите Что там С литературой Научная Скиннеры Издали Вот два года Назад Первые Работы Были Там Какие-то Дурные Переводы Еще Семидесятых Годов У Бандора Две Книжки На русском Языке Одна Чисто Научная Подростковая Агрессия Вторая Теория Социального Научения Если вы Хотите Там Ссылки И все Остальное Можно Познакомиться Кстати Теория Социального Научения Очень Хорошо Переведена Там Понятно По крайней Мере О чем Речь Не всегда Это С Переводными Книгами Там Эксперименты Которые Можно Воспроизвести И увидеть Что это Так И есть Критерий Научности Это Надежность Эксперимента Мы делаем Несколько раз Одно и то же Если каждый раз Приходим К одному И тому же Результату Есть основания Полагач Следующая попытка Будет Такой же Если вдруг Что-то меняется Нужно Усложнять Эксперимент И таким образом Например Выяснить Какая модель Точно будет Скопирована Либо почему Иногда Мальчики Копируют Копируют Девочки В западном Голливуде Там На муниципалитете Висит Флаг Америки Флаг Калифорнии И радужный Флаг Гомосексуального Сообщества Рядом Трехэтажный Дом Культуры Гомосексуалистов Наверное Туда особо Не лезется Близубый Тигр Копируется Близубого Тигра А не Антилопу Это факт Что-то с этим Не делай Но Можно Взять Младенца Человеческого И поместить В волчью стаю И он будет Ходить на четвереньках И никогда Не выучит Язык Будет Это противоречить Теории Да наоборот Это будет Ее Подтверждать Если Человеческий Младенец Имеет Только Волчьи Модели В раннем Детстве Он их Скопирует А потом Никогда Языку Не научишь Это Многочисленные Случаи изучения Детей Маули Еще со средних веков Я прошу прощения Мы должны заканчивать У нас Пять минут На вопросы Ну и мне бы Конечно Приятно было Обратную связь От вас Какую-то получить Если таковая Имеет место Имеет место быть У вас есть Ютуб канал Что-то Ютуб канал Ну вот Ассоциация Записывает Я честно говоря Не очень Мне это нравится Потому что Лекция Все живой Аудитория А кто там В этом Ютубе Смотрит Там какие-то Комментарии Идиотские Идут Даже Лень на них Отвечать Люди почему-то В этих В открытых Социальных сетях Думают Что они самые умные Ты почитай сначала Да потом Выступай Там нет Обратной связи Спасибо вам Кстати за вопрос Нету Там не обратная связь Очень интересные Примеры И очень Живо Отвлекающиеся И Связывающиеся С тем Теоретическим материалом Которым Вы говорили Спасибо Спасибо вам Тоже хотела Поподобрить Мне очень Интересно Было Но Вот Такой Если говорить Про научность Да Вот эту сферу Которые Действительно Проще всего Исследовать Экспериментально Отсюда вопрос Ну Силы просто Контролируемости Конечно Очевидности Можно записать Посчитать Именно отсюда вопрос Самое интересное На мой взгляд Это вопрос Предпочтения моделей Но поскольку Моделей очень много Самое интересное Вопрос Почему мы предпочитаем Ту или иную Вот Вы предсчитали факторы Типа авторитетности И так далее А есть ли какие-то Закональные Нервности Которые Введены Ну Что-то из современных Исследований Знаете Вот в работе Принципы модификации Поведения Это работа Он говорит о принципах Конкретная реализация Всегда зависит От кучи условий То есть принцип работы Двигателя автомобиля Он один А автомобилей Огромное количество С одной стороны Можно усомниться Что принцип В каждой модели Автомобиля Выполняется А можно просто Принять Что это закон На него можно Обижаться А можно просто Его принять Закон Всемирного тяготения Сейчас позволяет вам Сидеть на стульях А мне стоять И не улетать в космос Да Ну а тот же самый Извините Тот же самый закон Роняется сульку С крыши мне на голову Да Закон не виноват Что он с одной стороны Хорош С другой стороны Плох Но зная принцип Зная закон Мы можем сами Подобрать модель Которая нам подходит Да Ну не все же ездят На черных фордах Да Хотя некоторое время Это было Именно так Извините Да Я вот именно Как раз здесь Был закон Что Естественные науки Сильно Превосходят В плане Научность Степени научности Психологических Силу наличия законов Которые Можем построить Достаточно хорошие Предположения Не могу согласиться У меня дефект Образования На философском Факультете Учился Хоть и изучал Естественно Научные Дисциплины Если у меня есть закон Я могу туда подставить Примерные То я бы Это так могу Хорошо спрогнозировать А если у меня есть Много-много факторов И не знаю В какой степени Они соотносятся Друг с другом В одном случае Повлияет одно В другом Другое У меня низкая Есть архитектор И есть строитель Архитектор Делает модель Приходит Сантехник Электрик Кто там еще Пожарный инспектор И что-то делают Каждый свое Они прекрасно знают Каждый свой закон Но принцип Это наверное Работа архитектора Что должно произойти Поведенческая терапия Состоит из множества Маленьких приемов Это не психоанализ У которого один метод Который углубляют Углубляют Изучают Анализируют Сами себя Бесконечно Здесь как мозаика Из кучи разных вещей Из батарей Крана Краски Лампочек Делают красивое здание Ну и руководствуясь Все же определенными принципами Как бы все не рухнуло Или не сгорело Ну я так себе это представляю Вопрос тут конечно Достоин Долгого обсуждения Как вопрос Что у нас там с эволюцией Психики Да как оно происходит По вашему Почему Скиннер на первом месте Да вот В этом списке А Фрейда Знают все Четвертым Знаете в Америке Все знают Скиннера Я знаю Ответ Скиннер Занимался в том числе Модификацией поведения Как и Бандура Это стало ругательным Словом В нашей стране В 57-м Был фестиваль молодежи и студентов Чуть раньше умер Сталин Помните да На фестиваль молодежи и студентов Приехало огромное количество народа Со всего мира Первый раз Сейчас у нас он открылся тоже вчера Где-то там В Сочах по-моему И этот Пикассо нарисовал Симову Голубку Помните Там Мир Фридон Голубка А Скиннер Через два года Привез в Россию На конгресс Международный конгресс Психологии Голубя Которого он Научил сшибать Наши межконтинентальные ракеты И с помощью Элементарного Оперантного обусловливания Американский Голуб Совершал 0,05% Ошибки Наводя ракету Наводя эту Противоракетную систему На нашу Отечественную Ракету Представляете Какой козел Голубя Птицу мира Поставил на службу Военно-промышленного Комплекса На следующий день В газете Правда Появилась Редакционная статья Западная психология На службе Милитаристского Корпуса Или что-то там Когда в газете Правда Появлялась такая статья Весь союз Понимал Что бихевиоризм Это Появилась Книга Рощинова Такая вот Западная психология На службе Идеологии И пропаганды Что там про Скиннера написали Можете сами Почитать Это стало просто Опасным Ссылаться на Бихевиоризм Появилась Некоторая модель В курсе История психологии Бихевиористов Стали Клеймить Позором Только некоторые Избранные люди Типа Петра Яковлевича Гальперина Разрабатывали дальше Теорию поэтапного Формирования Омственных действий Которая Намного дальше Продвинулась Чем тот же Скинер Как студентам Сейчас преподают Гальперина Понимаете Чтобы что-то преподавать Нужно это понимать И в это верить Ну наверное Вот такой ответ Нас хорошо убедили В эффективности Гештальта Либо психоанализа Народ Уперто верит В расстановки Хотя Хеллингер Не доучился Психодраме Его угрят и леется Она ему диплом не дала Они думают Что хороший семинар Все сидят и рыдают Это такой семинар Все рыдали Когда все сидят И хохочут Они думают Что это дурость Это не психотерапия А вот Как с российским Миквалитетом Соотношится именно то Что у нас Встановки стали Макуриарно Где вот Откуда еще знать Ну мифическое Мы шли Вот одно объяснение Может быть Некоторая Упертость Сектантов Как транзакт-анализ Да Но Наш Михаил Ефимович Литвак Из Ростова С его Принципом Сперматозоида Да Он же всю страну Сперматозоидами Своими Покрыл И народ Почему-то Покупает Сперматозоиды А тренинг С наслаждения Покупать Не хочет Нашу С коллегами Книжку Психологическая помощь Оттуда сюда идет И не приживается Понимаете Вот там Абортированного ребенка Туда-сюда Потягать По аудитории Да Вот Не знаю Ну не богу не знаю Ну что вы меня мучаете Ну как-то Как-то оно так Устроено Ну собственно Ассоциация Сейчас делает Очень много Чтобы Эта ситуация Каким-то образом Приобрела Хотя бы Признаки Реальности Да Не Стало Реальностью Они ведь тоже Такие шибанутые Горобьи Да Вот это Уперто Организовать Конгрессы Да Разъезжать По всей стране Без выходных И С двумя детьми Да Ездить в Америку Учиться Ну Что-то Может и Измениться Спасибо У меня самолет У Ростова Да я могу Не улететь Спасибо большое Спасибо Спасибо